Пенсионный фонд Предстоит такая большая цифровая трансформация всего социального блока по оказанию услуг. Как на сегодняшний день Пенсионный фонд готов к этой работе и выполнению оказания услуг именно в цифровом формате? Действительно, трансформация цифровая технологическая. Трансформация касается не только Пенсионного фонда, а всех подразделений Министерства труда. Соцстрах, Пенсионный, Роструд, Министерство социальной защиты Алтайского края, Соцстрах. И 20 февраля председатель правительства подписал концепцию цифровой технологической трансформации всех ведомств и план мероприятий. Действительно, буквально несколько тезисов для чего и что такое цифровая технологическая трансформация. Для чего? Повышение качества предоставления услуг всеми ведомствами, ранее перечисленными, для населения Алтайского края Российской Федерации. Качество услуг – это комфортность, оперативность, доступность, совокупность всех показателей. Далее, на основе новой системы цифровой и подвод к проактивному характеру осуществления всех услуг. Что касается отделения, в силу объективных, субъективных обстоятельств, отделение с прошлого года является базовым отделением, я бы сейчас уже и подчеркнул, не только Пенсионного фонда, а Минтруда, даже и правительство, по проведению цифровой технологической трансформации по пяти основным направлениям. Поэтому на ваш вопрос я отвечаю. Готовность номер один. Где-то мы в пилоте, где-то мы уже в опытной эксплуатации. То есть для нас это не есть новелла. Мы работаем тесно. Пенсионный фонд России, Министерство труда, как раз в рамках цифровой и технологической трансформации. Насколько я знаю, как раз для этого создается единый контакт-центр. Как он работает? Куда могут обращаться жители Алтайского края? Единый контакт-центр. Мы уже со следующей недели в опытной эксплуатации. Краткая история. Четыре года тому назад мы создали свой колл-центр, контакт-центр. Подчеркну. Без рекомендации Пенсионного фонда России мы считали, что коммуникации с нашими жителями через единый телефон, контакт-центр будут более продуктивные. В прошлый год к нам обратилось свыше 230 тысяч наших земляков. В первую очередь, это категория, конечно, связанная с детьми и, конечно, наши пенсионеры. Наш контакт-центр работает по принципу 7-24 с дозвоном. И мы снимали буквально горячие все вопросы, выходили на заявителя. Наш труд оказался, наш опыт оказался оцененным на федеральном уровне. Абсолютно верно. Мы стали базовым отделением за вот в течение года этот отрезок времени. Мы сформировали так называемую базу знаний или вопросов свыше 20 тысяч, которые к нам идут, систематизировали. Эти вопросы легли в основу и базы знаний федерального контакт-центра. Он тоже будет работать по принципу 7-24. Наши операторы будут работать по скользящему графику. Телефон я пока не даю, как мы только войдем в опытную со следующей недели эксплуатацию. Мы тогда, естественно, и анонсируем этот телефон. Но могу сказать, три уровня. Бот, чат-бот, это искусственный интеллект, он отвечает практически по структуре вопросов на 30%. Готов дать уже автоматический ответ. В автоматическом плане и качественно. Качество мы сейчас оцениваем где-то в пределах 80%. Второй и первый уровень. И важно, когда кто-то до работы, условно, в 8 часов или после работы в 8 часов позвонил и поинтересовался относительно своих персональных данных в системе пенсионного фонда. А я подчеркну, не только пенсионного. Им все входит и соцстрах. И когда мы войдем уже в опытную эксплуатацию, наши партнеры, естественно, по одной базе данных будут работать. И когда к нашему оператору первой линии дойдет вопрос, он будет отвечать на эти вопросы, касающиеся не только пенсионного фонда, но и соцстраха. Это принцип так называемого одного окна. Преимущество колоссальное. Борис Александрович, в этом году часть полномочий пенсионного фонда переходит в многофункциональные центры. В связи с этим как-то изменится режим работы в целом пенсионного фонда? Я со словами благодарности, в первую очередь, к руководству Минсоцзащиты Алтайского края и МФЦ. Мы в прошлом году сделали серьезный шаг. И опять-таки, вашими словами, этот шаг оценен на федеральном уровне. Мы действительно передаем по этапной этапе согласованной в МФЦ наши услуги. Восемь услуг в электронном виде. Почему? Во-первых, есть концепция развития и поручение МФЦ, и поручение президента, чтобы услуги получать через многофункциональные центры. Но наших клиентских служб 63. А у МФЦ на сегодняшний день точек присутствия в крае 290, так называемые, тормы, обособленные рабочие места. И, соответственно, в каждом районе, а в некоторых городах, несколько. Вот когда мы свалили... То есть это гораздо более обширная сеть? Конечно, доступность. Не надо ехать в район. Вот пришел, через дорогу перешел, сделал заявление, и мы в электронном варианте. То есть, в первую очередь, доступность. Во-вторых, соответствие общей той концепции. И спасибо, еще раз говорю, нашим партнерам. Как бы им не было тяжело, мы вместе с ними в этом году передадим, а это передача свыше 150 заявлений. То есть, люди приходили к нам, и сейчас будут ходить в МФЦ. Борис Александрович, еще много говорится о том, что вообще вся социальная структура начинает работать в проактивном режиме. Давайте еще раз напомним, что значит проактивный режим и для чего он нужен? Коротко. Проактивный – оказание услуги без посещения того или иного ведомства. Если ранее нужны были документы, справки и так далее, на сегодняшний день в нашей интегрированной цифровой системе, системой Минтруда, имеются все сведения. Мы по любой услуге собираем сведения, и наступает случай. Ребенок родился, Егор ЗАГС представляет нам информацию, мы на следующий день выдаем ему индивидуальный лицевой счет с НИЛС. Если второй ребенок имеет право, да и первый ребенок имеет право на материнский капитал, мы его информируем о том, что вы имеете право, и мы вам уже выписали материнский капитал. И это вот тот пример, когда мы с прошлого года уже по проактиву без заявления, уведомления отрабатывали полностью тему материнского капитала. То есть самое главное в этом вопросе это межведомственное взаимодействие? Да, межведомственное собрачивание. Главное все-таки, человек, не надо ходить по коридорам бюрократическим. Но это вот, ну, оскорбительное, когда в наших информационных системах все есть. А мы заставляем человека бегать. Конечно, вот. Теперь назначение пенсии с этого года, точнее, мы завершим проактивной. Все пенсии для инвалидов проактивно мы уже сейчас реализуем. И все социальные выплаты, я думаю, что, ну, когда мы встретимся, допустим, в конце года, или будем подводить итоги этого года, мы скажем, полностью, 100% мы услуги оказываем в проактивном режиме. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, Кирилл. На этом все. До встречи в эфирах.